Здравствуйте, дорогие ребята! Каждый урок изучения нового материала это очередная ступенька вашей лестницы познания. И сейчас, чтобы определить тему нашего урока, давайте разгадаем ребус. Итак, ребята, что у нас получилось? Природная зона. Тема урока природные зоны Северной Америки. Сегодня на уроке мы с вами рассмотрим, какие природные зоны формируются на территории Северной Америки. Узнаем много интересного о растительном и животном мире. Северная Америка расположена во всех климатических поясах, за исключением экваториального. Вследствие большой протяженности материка с севера на юг, его органический мир чрезвычайно богат всевозможными видами растений и животных. В Северной Америке природные зоны расположены необычно. На севере материка природные зоны сменяются широтно из-за постепенного увеличения притока солнечного тепла и равнинного рельефа. Южнее зоны вытянуты в меридиональном направлении из-за барьера гор и сокращения количества осадков во внутренних районах материка. А сейчас, ребята, давайте мы с вами совершим путешествие и побываем в каждой из природных зон. Гренландия и большая часть островов Канадского арктического архипелага находятся в зоне арктических пустынь. Зона расположилась в арктическом климатическом поясе. Даже летом почти на всей территории сохраняются отрицательные температуры или температуры, близкие к нулю. В течение всего года преобладает облачность, туманы, снежные бури. Зимняя полярная ночь продолжается до пяти месяцев. В пределах этого пояса находятся центры современного покровного оледенения. Почвы практически отсутствуют. Во время короткого и прохладного лета в местах, освобожденных от снега и льда, на бедных каменистых и болотистых почвах растут мхи и лишайники. Здесь произрастает самое маленькое и самое северное дерево ива арктическая, высотой всего до 10 сантиметров. И самое северное растение на острове Гренландия камнеломка. Животный мир немногим разнообразнее, но его питание неразрывно связано с водным пространством. Здесь обитают моржи и тюлени, которые защищаются от холода толстым слоем подкожного жира. Самый крупный хищник суши – белый медведь. Он весит до 800 килограмм. Белый медведь не меняет цвета шкуры, в отличие от других животных Арктики, и всегда остается белым. У белого медведя особое строение волосков, они полые внутри, и плотная шкура. Основная его пища – тюлени. Северное побережье материка и прилегающие к нему острова занимает зона тундры. Южная граница тундры на западе лежит у полярного круга, а с продвижением на восток заходит более южные широты, захватывая побережье Гудзонова залива и северную часть полуострова Лабрадор. Зона тундры и леса тундры занимает районы субарктического климатического пояса. Вся территория тундры находится в зоне многолетней мерзлоты, поэтому здесь много поверхностных болот. В условиях короткого и прохладного лета и многолетней мерзлоты образуются тундровые почвы, в которых растительные остатки разлагаются очень медленно. На севере тундры климат еще довольно суровый, на юге более теплый. Если на севере распространены мхи или шайники, то на южной стороне уже можно встретить злаковые культуры, осоку, ползучий вереск из деревьев и его карликовую. Летом тундра преображается в яркие ковры люпина, полярных маков и лютиков. А сколько целебных ягод! Морошка, голубика, ежевика! Удивительное зрелище красок! В североамериканской тундре водятся песец, полярный волк, белая куропатка, лемминг. Всюду видны летающие поморники. На лишайниковых пастбищах кормятся стада северных оленей, карибу. В прибрежных водах зоны много тюленей и моржей. На северном побережье материка встречается белый медведь. На побережье и островах гнездятся множество птиц. С ледникового периода здесь сохранился овцебык. Крупное травоядное животное с густой длинной шерстью. Длина его тела достигает 2,5 метра. Высота около 1 метра. Масса 270 килограмм. Овцебык находится под охраной. К югу тундра и леса тундра постепенно переходят хвойные леса или тайгу. Зона тайги простирается широкой полосой с запада на восток. Под тайгой формируются подзолистые почвы с нерастворимыми элементами породы, по цвету которой напоминают цвет золы. За цвет такие почвы и названы подзолистыми. В тайге растут преимущественно хвойные деревья. Черная ель, бальзамическая пихта, которая популярна в качестве рождественской елки, особенно на северо-востоке США. Сосна, американская лиственница. Склоны кордильер, обращенные к океану, одеты густыми хвойными лесами. Преимущественно из ситхинской ели, цуги, дугласовой пихты. Леса поднимаются по склонам гор до тысячи-тысячи пятьсот метров. Выше они редеют и переходят в горную тундру. На наветренных западных склонах береговых хребтов растут леса, в которых произрастают очень древние деревья – секвои, которые существовали еще до появления на земле млекопитающих. Произрастает в национальном парке Секвоя, Калифорния, в горном массиве Сьерра-Невада. Высота долгожителя секвои генерал Шерман составляет 83 метра, а его возраст по разным оценкам около 2800 лет. Обхват ствола более 24 метров, окружность кроны примерно 33 метра. Но что самое интересное, дерево еще растет и увеличивает свой диаметр ствола на полтора сантиметра в год. А вот самое высокое дерево растет здесь же в Калифорнии – это дерево гиперион. Его высота составляет 115,5 метров, превышая высоту статуи свободы. Каждый год гиперион подрастает на 2,5 сантиметра. В сравнении с другими очень крупными деревьями этот показатель не слишком высок. Данный факт ученые объясняют тем, что верхнюю часть ствола повредили дятлы, отчего рост гипериона замедлился. Как правило, очень высокие деревья растут в центральной части долин, где вода содержится в наибольшем количестве. А вот гиперион растет на склоне, что вызывает еще большее уважение к этому вечно зеленому великану. В лесах от севера Аляски и Канады до центрально-мексиканских штатов можно встретить черного медведя барибал. Главной отличительной чертой которого является черный гладкий мех. Один из самых крупных хищников в мире, живущих на суше, бурый медведь-кадьяк. Самый крупный кадьяк весил 780 килограмм, обитает у южного побережья Аляски. Медведь-гризли символ Северной Америки, весом до 300 килограмм. Когда этот зверь встает на задние лапы, его рост достигает 3 метров. Медведи-гризли занесены в Красную книгу. В лесах водятся хищные звери. Волки, лисицы, канадская рысь. Из ценных пушных зверей американская куница, соболь, андатры, норки. На лесных реках и ручьях строят свои сложные жилища бобры. Среди представителей травоядных олени вопити, похожи на благородных оленей. Аляскинский лось, который является самым крупным в мире. В Тихоокеанских лесах встречаются эндемичный ситхинский олень, снежная коза и толсторогий баран. Вдоль центральной части восточного побережья Северной Америки проходит теплое течение Гольфстрим. Оно способствует образованию дождевых облаков, поэтому климат более мягкий и влажный. Здесь расположилась зона смешанных и широколиственных лесов. Под смешанными лесами на севере распространены серые лесные почвы, под широколиственными бурые лесные почвы. В смешанных лесах преобладают желтая береза, сахарный клён, бук, липа, белая и красная сосна. Широколиственные леса сохранились только в апалачах. Здесь произрастают дуб, каштан, гекори, дерево семейства ореховых и тюльпанное дерево. Тюльпанное дерево достигает высоту 60 метров и в диаметре 3,5 метра. В мае-июне оно покрывается цветами, похожими на тюльпаны. Отсюда произошло его название. Древесина этого дерева похожа по своим свойствам на древесину тополя, поэтому его еще называют желтый тополь. Тюльпанное дерево используется для внутренней отделки помещений. В смешанных лесах обитают те же животные, что и в тайге, но разве что реже встречается рысь. Но зато, увы, появляется скунс. Почему, увы? Да потому, что мало можно найти в Америке людей, которым симпатичен этот прелестный зверек с шикарным хвостом. Дело в том, что в минуты опасности скунс пускает в сторону врага струю особой жидкости, имеющий сильный и совершенно непереносимый запах. В лесах Северной Америки водятся медведи-гризли, волки, рыси, росомахи, лисицы. Встречаются здесь пума и дикобраз. Енот – это хищный зверь, обитает вблизи водоемов. Родина енота – Северная Америка. Енот-полоском назван так, потому что перед едой, пищу он всегда полощет в воде. Своё жилище он устраивает в дуплах. При приближении на запад, вглубь материка, количество осадков убывает, и поэтому леса сменяются лесостепями и степями, которые вытянуты в меридиональном направлении. Здесь преобладает травянистая растительность с богатыми перегноем чернозёмами и каштановыми почвами. Степи с высокими травами, преимущественно злаками, достигающие высоту полтора метра, в Северной Америке называют прериями. Перед глазами встают громадные пространства с высокой травянистой растительностью, с преобладанием ковыля, мятлика, пырея. В долинах рек и на увлажненных пониженных участках встречается древесная растительность. Ближе к ордильерам осадков выпадают ещё меньше, и растительность становится беднее. Низкие травы, трава грамма и бизонова трава, многолетний злак высотой всего лишь 10-30 сантиметров. Они не покрывают всю землю и растут отдельными пучками. По прериям бродят стада бизонов. У бизонов зрение плохое, но слух и обоняние развиты очень хорошо. На самом деле бизон может почуять животное на расстоянии трёх километров. Они были самыми крупными и одними из самых многочисленных животных материка. Увы, сейчас это великолепное животное сохранилось только в заповедниках и находится под строгой охраной. Велороги-антилопы. Самые быстробегающие на дальние расстояния. Она может пробежать около 6 километров со скоростью до 50 километров в час. Своё название велороги-антилопы получили благодаря рогам, которые по форме напоминают вилку. Койоты, рыжая лисица, барсук, хорёк, белохвостый заяц, американский тушканчик, который не пьёт воду. Всех их можно встретить на просторах прерия. Грызунов же здесь не счесть. Пожалуй, именно суслики вместе с их ближайшими родственниками, луговыми собачками, которые имеют самые большие колонии, до 400 миллионов особей, являются истинными властителями этой природной зоны. Белоголовый орлан. Крупная хищная птица. Размах её крыльев достигает двух метров. Свою добычу орлан хватает огромными когтями прямо на лету, но предпочитает есть рыбу. По этой причине птица концентрируется на морских побережьях и на берегах крупных водоемов. Птица является национальным символом Соединенных Штатов Америки. В настоящее время прерии потеряли свой прежний облик. Значительная часть их распахана, засеивается пшеницей и кукурузой, часть превращены в выгоны для скота. Освоение прерий повлияло на животный мир. Почти исчезли бизоны, меньше стало койотов и лисиц. Пустыни и полупустыни. Занимают значительную часть внутренних плоскогорий Кордильер, Мексиканского Нагорья и Калифорнийского побережья. Здесь на серых и бурых почвах растут колючие терновники, черная полынь и лебеда, а на засоленых почвах солянки. Деревья Джошуа быстро растут. Они живут в суровых условиях пустыни. Несмотря на это, они могут жить сотни лет. Некоторые экземпляры имеют продолжительность жизни тысячу лет. Самые высокие деревья достигают высоты около 15 метров. Мексиканское Нагорье – родина кактусов и агавы. Кактусы, растущие здесь, имеют различные размеры и разнообразные формы. Местные жители из кактусов готовят различные кушанья, а также используют как лечебное средство. Посаженные в ряд кактусы служат естественной изгородью. Самый большой кактус в мире – сагуара. Растет в Мексике и в штате Аризона. Он легко достигает высоты более 15 метров и живет до 200 лет. Этот кактус цветет белыми ароматными цветами, которые, отцветая, превращаются в сочные съедобные плоды. Нередко в стволах кактусов образуются дупла, в которых поселяются птицы. Среди представителей животного мира встречаются коати – родственник енотов, большеухая американская лисица, из птиц – калифорнийская куропатка, основные обитатели пустынь – ящерицы и змеи. Например, гремучая змея – самая тяжелая ядовитая змея, более 7 килограмм. Калифорнийская кукушка – символ североамериканских пустынь. Она умеет летать, но предпочитает передвигаться по земле. Отсюда ее второе название – земляная кукушка. Эта птица с большой скоростью бегает на длинных ногах, преследуя ящериц и змей, скорпионов и насекомых. Кукушка не пьет, получая необходимую влагу из пищи. Переменно влажные леса на юге Миссисипской и Приатлантической низменностей состоят из дубов, магнолий, буков и карликовых пальм. Деревья обвиты лианами. В Центральной Америке и на островах Карибского моря расположены зоны саванн и вечно зеленых лесов. Перемена влажных леса произрастает магнолий, туя, торея тиса листная, широко известна как мускатный орех Флориды, является редким и исчезающим деревом семейства тисов. А также здесь растут папоротники, кипарисы, пальмы и большое изобилие орхидей. Центральную Америку считают родиной кокосовой пальмы, американского хлопчатника маиса. Маис это кукуруза, это очень древнее растение, известное на протяжении десяти тысячи лет. Является одним из самых полезных злаков. Природа Северной Америки претерпела существенные изменения. В наибольшей степени на восточном побережье и в центральных областях. Остро стоит проблема загрязнения воздуха и выпадения кислотных дождей в районе Великих Американских озер. Загрязнению нефтепродуктами подвержена акватория Мексиканского залива. На месте распаханных прерий и степей ветровая и водная эрозия привела к разрушению земель, формированию бедлендов. В Центральной Америке высокими темпами идет вырубка лесов. Для охраны уникальных природных комплексов созданы национальные парки и заповедники, которые занимают 14 процентов площади материка. В старейшем парке мира Элустонском охраняются гейзеры, растительный и животный мир тайги. В парке Секвое в Кордильерах под охрану взяты реликтовые леса из мамонтового дерева. В предгорьях Апалачи под охраной находится карстовая мамонтова пещера. Ребята, а сейчас давайте с вами выполним задание. Сгруппируйте виды растений и животных по принадлежности к той или иной природной зоне. Ребята, а теперь давайте проверим. Арктические пустыни, лишайники, белый медведь, тундра, карликовая ива, полярный мак, среди животных овцы, бык, тайга, растения, черная ель, секвоя, животное, медведь, гризли, широколиственные леса, тюльпанное дерево, бук, среди животных скунс, степи, бизонья трава, суслик, пустыни, кактус, гремучая змея. Ребята, сегодня на уроке мы с вами совершили путешествие по природным зонам Северной Америки. На этом мы завершаем наш урок. До новых встреч!